добрый день друзья добрый день и сегодня у нас очередная кухня инфодайвинга которую мы не отсняли не успели отснять вчера поэтому мы делаем это сегодня и она быстро выйдет в эфир и и быстро смонтирует и расскажем мы о тех результатах которые были в инфодайвинге за неделю и так сперва пойдем про детям пройдем по детям потому что как-то последние наши выпуски мы отошли от этой темы и многим кажется что наверно они замолчали фильмов не выпускают стримов больше олечка сергалеева не делает и они сами ничего не рассказывают и наверно это подозрительно так вот ребята фильмы мы будем выпускать но мы меняем форматы работаем над новым форматом и мы будем делать акцент на стопроцентных изменениях когда все параметры жизни у семьи выстроились не давая бонусов мамам и папам дабы они потом не могли завалиться в какие-то состояния которые мешают выходу из аута детей поэтому никаких промежуточных фильмов ничего и вообще фильмов будет мало я думаю для доказательства того что все что мы делаем достаточно того как распространяется на сарафанное радио это наша реклама кстати самая лучшая моя крутая вот как поправился ребенок в сша оттуда пошла партия детей с сша поправился ребенок в россии из той местности пошла партия детей и мы понимаем это рекомендации это рекомендации и это прекрасно и больше не надо потому что больше не переварим мы так на износ работаем а вот все что касается стримов олечка сергалеева нам пообещала в чате мамочек это кстати и инициатива была возобновить и чтобы новые мамы могли рассказывать о том как меняются быстрые дети то есть это эфиры когда мамы начинают проявляться и рассказывают моменте здесь и сейчас как идут изменения то есть делают ту работу которую мы сейчас будем делать для вас вот в этом подкасте и так на этой неделе нам написала гульнас про семена она рассказала что он пошел в развитии и у него пошли быстрые изменения в школе кроме того на этой неделе к нам пришла обратная связь я не знаю это казахстан или турция я не различаю по номерам в общем откуда-то пришла обратная связь что green карту ребята получили а мы на консультации работали именно с тем чтобы у них появился допуск в америку на этой неделе у нас из наших наработок была обратная связь по онкологии когда удалось отменить лучевую терапию но это работали не мы а мы обучали а человек работал сам да то есть вот это то те случаи которые нам очень нравится когда получается работать у тех у кого кого мы обучаем то есть мы показываем понимаете а для чего это важно для нас почему это важно для нас когда нам говорят вот вы две такие бабы уникальные начинают нас прессовать там или пытаться самоутвердиться это делают как правило недалекие мужчины но это есть ребята не разобрались мы еще со своими мужскими подсознательными заморочками потому что у нас такие отражения еще встречаются есть над чем работать да и мы не унываем на эту тему сыр абсолютно классно к этому относимся так вот почему нам важно чтобы мы обучили людей для того чтобы они работали самостоятельно потому что мужики пишут мужики пишут вы создаете секту вы вот такие уникальные и вокруг вас вы создаете адептов вот таких вот дурных которые вас слушают и вот читаешь это и понимаешь человек видит себя в зеркале вот таким вот вот он такой это его зеркало мы всего лишь стоим и он отражает не видеть свое отражение на самом деле говорить когда ты показываешь человеку как развиваться индивидуально показываешь на расстоянии не включаясь в какие-то вот игры в проявленном мире по сути дела это единственный вариант помочь человеку осознаться и вернуться самому потому что мы показываем в зеркале смотри что надо делать для того чтобы открыть свой внутренний мир и свой психический потенциал где ты один а какой секте идет речь господа отражающиеся в зеркале когда вот эти вещи мы видим и все время ржем и для нас важно чтобы у людей которые у нас учатся у них получалось то есть мы стараемся подтянуть стажеров инфодайеров мы выкладываемся действительно чтобы у ребят получалось другой момент насколько человек это осознает насколько он благодарен за это это его тараканы которую он тоже увидит в нашем зеркале и когда он там спрячется от себя или зароется и скажет они такие плохие они меня обидели это ты не проработал свои обиды это твои тараканы отражаются в зеркале и ты сейчас воюешь с ними за их в нашем лице поэтому когда мы обучаем мы концентрируем внимание не на вот эти бои со своими тараканами у наших обучающихся да мы обращаем внимание на результат что получается и когда у человека получился результат было важно для человека убрать лучевую терапию да то есть человек понимал что все даже уже после операции медицина показала что онкологии в лимфоузлах не было а их удалили уже и человек понимал что теперь дальше по протоколу врач обязан это предложить но ему это будет разрушать тело это не надо но надо договориться с врачом потому что врач за тебя несет ответственность по государственным канонам как бы да и поэтому вот когда у человека получается это решить с миром и любовью мы гордимся мы понимаем что это сознание человека спродуцировала историю когда врач пошел не по протоколу но при этом это допустимое с одной и с другой стороны и это решено полюбовно да это важно для человека и это здорово кроме того что это рост человека это рост работы кроме того мы фиксируем все результаты все благодарности когда нам пишут по нашим ученикам по той же самой и рачки 1 и 2 из канады до романовой павлюковой они работают животными знаете сколько нам пишут какие они молодцы и присылают ребята вот надо будет суммировать это все сделать большую тоже на эту тему да не успеваем просто все сделать потому что у них реально классная работа по животным и даже в стримах видели когда пишут расскажите про ирочек потому что мы благодарны потому что они классно работают животными и кстати на них заявки слать на людей не надо мы их старнируем и вы будете обижаться как-то было мне писали за же не один раз и не один раз почему вы старнируете нам заявку мы на учеников подали потому что вы не животные вы люди есть разница и нити себя и нити и есть разница уже на жизнь да вы не обращаете внимание и проявляетесь и идете по тропе как где с вами будут работать как животным вы же не идете в ветклинику лечиться не надо этого делать да а у наших девчонок хорошие очень результаты точно также хорошие наработки идут у и и у овсянникова и в добудь как лепниковой у литвинка овсянникова литвинка сейчас работают по раздельности точно также сейчас волкова и першина подбирают пары и возможно образуется между ними какие-то пары это все тренировочный процесс но мы знаем что у ребят хорошие наработки хорошие результаты были и в парах и сейчас когда они пойдут дальше когда у них будет гармонии чистое зеркало они смогут работать еще эффективнее поэтому мы радуемся всем результатам радуемся когда нам пишут результаты вот ребята недавно олег присылал и еще ребята присылают говорят вот прямо во время курса случились озарение потом вот такие результаты в жизни прямо на курсе велась такая-то работа и раз вот так это проявила жизнь таких результатов очень много и уже в нашем случае не стоит вопросов там попадание в информацию не попадание мы просто знаем что это так вопрос знает ли это человек то есть слышал ли он об этом в там своем роду или еще где-то было ли информация на эту тему и один из очень интересных моментов такой тоже был когда мы работали с человеком и там в роду было умирали мужчины в 40 лет я уже упоминала это и потом по обратной связи пришло что оказалось у потом как на уровне прадеда была очень большая ссора с соседом и они друг другу делали гадости то есть один там корову отравил другой его сад травил и вот и на самом деле эта ссора была и человек узнал это что в роду это было и нам рассказал об этом что действительно а он этого не знал и никто этого не знал но действительно в этом роду когда там было много детей и там получается была очень большая подавленная злость и ука в какой-то ветке она трансформировалась в злость и зависть в какой-то злость и гордыню в казалось бы до разной трансформации оттенки злости да и вот и редкие где была именно злость вот так которая была с завистью там умирали мужчины в возрасте 40 лет вот в тех ветках в других ветках болели онкологией и получается вот этот вот момент когда четко убираешь причину мы просто попали тогда в информацию случайно на самом деле эта информация не нужна была мы работали с злостью и и оттенками и вот когда мы эти оттенки по собирали обратно по зачищали получили обратную информацию что до пошли изменения в роду тоже вот но при этом до взрослых иногда приходилось хранить поэтому возвращаясь к тому что нам очень важны проявления проявления результатов у стажеров у наших учеников у тех кто с нами занимается кто учится кто самостоятельно работает потому что это показатель того что человек сам двигается к себе у него в голове включается это же я сделал это не они сделали они просто показали путь до как указатель дорожный указать он сказал иди туда куда клубочек покатиться как вчера да на практике куда клубочек покатиться туда иди по чувствам идти и ты придешь к себе к себе искренним открытому и настоящему и потом посмотри зеркало и назови себя хочешь сектой хочешь религии хоть шалахом хочешь иисусом кем хочешь назови этот твой таракан будет главный который будет сидеть на троне и говорит я сижу на троне и я правлю миром вот этого таракана надо будет подвинуть и жить в гармонии и любви самим собой а таракана вскресел надо иногда убирать на этой неделе нам пришла обратная связь от мамы есении если помните мы когда-то в книге упоминали есть у нас такой ребенок уже больше года мы с ним работаем он родился и у него не включилась цн с то есть он даже дышать сам не может все органы все в порядке но были тяжелые роды и у ребенка даже нет собственного дыхания он все время лежит на аппарате и в принципе уже в июле прошлого года у него функция вот это дыхание она угасала и уже предлагали перевести в го в хоспис где бы он и благополучно умер на ребенок растет тело растет и уже больше года он находится в этом состоянии врачи его смотрят продолжают смотреть вот у него начало включаться дыхание она уже как мама написала подыхивает сама когда аппарат отключают она уже дышит сама то есть ребенок растет и цены с постепенно включается прорастает и включается и соответственно меняются функции мозга уже врачи об этом начали говорить не хотя не хотят замечать это потому что это за гранью сумасшествия находится но мама верит что ребенка все-таки можно будет вернуть и восстановить потому что в принципе он должен был уже давно умереть и мы иногда с ириной думаем даже на эту тему а может быть не стоило вообще нам подключаться может быть им лучше было бы умереть но когда мы смотрим дальше инкарнационный цикл ребенка мы понимаем что если бы мы не вмешались то в принципе здоровых инкарнаций вообще инкарнации там могло бы уже и не быть да то есть эта душа эта суть она уже была обречена это у нее кончание было а так у нее есть возможность еще дальше играть в этой игре дальше инкарнировать дальше развиваться и поэтому когда стоишь перед этим и осознаешь если ты осознаешь с позиции вот одной конечной жизни то наверное не стоило вмешиваться когда ты смотришь с позиции всего цикла когда ты его видишь понимая что это глобально для души это глобальное спасение души и в данном случае а вот когда мы так смотрим мы понимаем что наверное наше вмешательство было не случайным это был последний крика помощи вот поэтому мы наблюдаем и делаем все чтобы у ребенка все-таки включилась цена с уже в возрасте когда уже все здравые периоды включения отсутствует в медицине да то есть это только чудо господнее но при этом это чудо постепенно происходит и на происходит не в один день и вот так оно происходит в процессе длительной работы и родителей работы тоже и над собой родителей тоже и с телом ребенка тоже это это просто большой труд при этом именно родители кстати именно родители и растут и развиваются вот здесь вместе с ребенком благодаря ребенку и благодаря ребенку родители тоже выходят из будущих негативных своих сценариев надо то есть это все взаимосвязанные процессы кроме того у нас я уже упомянула что олечка сергалеева будет делать эфир в инстаграме и те мамы которые захотят рассказать о себе своих переменах либо о своих историях которые поднимались у них в процессе работы потому что некоторые мы все-таки поговорюсь озвучиваем некоторые не озвучиваем мамы те которые захотят подключайтесь и счета вы там находите олю сергалееву вы можете рассказать все что вы о нас думаете прямо честно и даже если нам это не понравится вы не особо бойтесь потому что мы знаем что если нам это не нравится значит у нас есть над чем работать мы люди если нам не нравится и в то же время смотрите оля на самом деле делает очень хорошую вещь когда вот эти по выкладывает общение с мамами мамы говоря в этом интервью с полей они слышат себя что они видят себя они чувствуют это совсем это как знаете как раскрытие раскрытие себя вот именно в это время и идет поток поток который их очищает самих же себя через фильтрация себя и даже чуть-чуть погодя мама посмотрев посмотрев на себя со стороны она уже слышать себя по-другому она уже видеть себя по-другому она будет видеть свои ошибки и даже как ты сказала если что-то сказали там что-то не нравится в нас да и в этом и вы это в этом вы можете увидеть свое же то что не проработано тоже для вас это очень хорошая штука это когда выступить на сцене публично впервые когда ты хочешь стать артистом проявиться и когда ты выступаешь что ты с одной стороны помогаешь другим людям с другой стороны в первую очередь и оля поэтому обязательно возобновить а оля как изменилась за это время улевая дети как поменяли счастье воля живет в счастье поэтому и дети в счастье когда счастье что может вырасти счастье а точно также смотри с наших старых мам на этой неделе нам написала оля петренко из азона и тоже прислала фотографии детей у нас родился третий мальчик и мы просто счастливы она счастлива и дети счастье вы дети абсолютно здоровы нормально вообще на здоровье посмотрела фильм который с ней снимался тогда когда дети выходили только из аута где она рассказывала как они собирались с мужем развестись а тут уже третий ребенок и несчастливы посмотрев начало да и посмотрев то что сейчас это просто как будто вот небо и земля перешли в другой мир но просто переход или вывернулись я не знаю даже как это действительно как через портал прошли правда на самом деле и стали другие люди и ушли из злости агрессии претензий ушли из аутизма к счастью и теперь счастливы и не надо никакие рассказы чужие про то что здесь сумасшедшие сидят и вещают у них есть собственный опыт у них есть собственный опыт и собственное счастье и поэтому все разговоры в данном случае уже не будут иметь никакого значения по обратная связь по консультациям нам приходит буквально в тот же день и вот мы вчера делали следующие консультации и буквально ночью упали сообщения я вообще была немножко даже в шоке и обескуражена насколько идет глубокое попадание проработка и доставание информации из каких уровней да то есть у самих ступор потому что вы поймите мы консультацию уже утром не помним то что мы делали потому что она стирается эта информация нам не нужна она стирается полностью и поэтому когда ночью пришли а пришла вот эта обратная связь по одной повторю консультации а ты только сидишь и понимаешь какая глубина попаданий какое раскрытие ты просто лупишь в точку и в человеке поднимается у человека будет очень быстрая трансформация и вчерашняя история меня вчера шокировала я ее еще сегодня помню потому что она полностью пересекалась с историей нашего вовки шевченко тоже есть фильм я не помню там 5 6 про мальчика который у которого не рассыпалась высшее я не рассыпался игровой диск прошлой жизни когда там барабанное дро поле там найдете фильм он тоже есть и вот у него раз вспышка взрыв и резкая инкарнация и его выбрасывает современность и здесь в его сознании получается не рассыпан диск из прошлой жизни и соответственно когда нету незавершенный инкарнационный цикл как мы говорим и у него была прописана жизнь до 12 лет потом был ушел то есть дальше жизни не было и мы это понимали мы тогда тогда еще инструментов таких не было работать как сейчас но мы тогда конкретно начали с этого игрового диска и пошли 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 и вот второй ребенок которому встретился с аналогичной проблемой тоже взрыв но это современность это взрыв скорее всего в доме скорее всего либо условия там либо либо теракт либо еще что-то и взрыв вспышка летят бытовые предметы голову там все разносит тело и резкая инкарнация и не завершён инкарнационный цикл это же вот ребенок идет идет а ты смотришь глаза ребенку там пустота там нету сути и наверняка родители это видели и аутизм все но при этом даже не тяжелая форма аутизма и при этом смотришь и понимаешь вот 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 в любой момент раз и выключится и родители обратились мы смотрели мы знаем что у вовки шевченки после того как мы вот эти все операции провели до зачистки и формирование новых структур дисковых овки шевченки развитие капитально красивым дорогу мальчишка научиться занимается спортом а это говорит о том что и те техники любые наши техники рабочие они рабочие но те техники с ловкой все равно ты а все равно ты отработала надо отдельно отдельно глубину да а здесь данном случае просто взяли сразу контуром сразу вычистили вот в этом до наш раз тоже и мы тоже многие вещи ускоряем да наверно будет трясти потому что мама написала что казалось ночью ребенка трясло как и мы сказали и ирину она же все через свое тело делать ирину во время консультации трясло а получается когда мы работаем эта информация вносится в предмомент у ребенка значит ребенка будет трясти накануне у него трясло но его трясло и вот вот эти моменты а кстати это опять моменты линейность и нелинейность и время человек уверен что время линейно да нифига господа не линейное время если вы его загоняете по спирали и загоняете информацию эту информацию загоняется в предмомент иначе она у вас не проявится моменте для того чтобы отредактировать момент информация загоняется в предмомент ну ладно это такие тонкости которые непостижимы уму логичного человека который говорит нет вчера это вчера сейчас это сейчас а завтра это завтра но завтра сформировано на самом деле во вчера а вчера влияет на самом деле на завтра и соответственно информация и сразу пошли до обвинения нас секта ну что еще может сказать мужик а еще а наш юрист помнишь что говорил не отпущу я этого юриста когда у него заклинил мозг да он начал рассказывать что он кушать что он не кушает поститься потому что религиозные программы так включили у него и он начал рассказывать как он постится и я так сижу и думаю мы заплатили что послушать ты еще анализ кстати кто видел у меня под закрытой роли ссылка лежит ролик как я машину обзор своей машины дело там даже вот просто мне надо капот открыть я первого попавшегося мужика мужчина 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 вы умеете открывать капот мужчина говорит а он счастливый несет бутылочку я держу самую большую ценность вот он момент такой когда мужчина доверяет чужой незнакомой женщине чтобы открыть ей капот свою самая ценная бутылка водки это вот это вот искренность она взрывает мозг и мужчины действительно открываются и не надо тогда их давить прессовать ломать ругаться не на них загонять их в эту же самую бутылку женщины это все мы делаем своим любым да поэтому это все о гармонии и об искренности вашей искренности поэтому вот когда искренне общаешься и искренне что-то рассказываешь то это доходит далеко глубоко и основательно и тогда не надо ничего придумать лгать и хитрить потому что вот опять когда мы работаем консультации делаем консультации для восточных семей ложь и хитрость она просто идут вот просто красной ники потому что там вот на тех землях это в отработке да точно так же как например в беларуси гордыни и зависть да и жадность патологическая и так далее то есть каждой стране есть свои особенности и на это не надо обижаться там винить себя или еще что-то делать реагировать там каким-то низкими состояниями надо осознать во мне то есть да я имею право это иметь в себе я такая да но я не хочу чтобы это делал меня несчастной я хочу быть счастливой значит я сейчас туда направляю внимание поднимаю осознаю и завершаю и дальше кайф и просто кайф вот эта внутренняя чистота она помогает отражать информацию клиента чисто и вы видите все косяки какие есть подсознание клиента когда вы сами являетесь чистым зеркалом эта информация для учеников стажеров и те кто занимается а еще на этой неделе к нам пришла информация уже давно мы тоже работаем с ребенком с сша а джейкоба мама написала что джейкоб уже есть мясо 3 года даже не мог дух переносить переносить надо мама мало то у джейкоба вообще очень много изменений он повзрослел и он нормально выходит из аутизма у него да есть свои особенности в поведении но у каждого ребенка есть особенности поведения но это уже не аутизм нету агрессии нету каких-то проявлений вот с умственным отставанием ребенок тихонько развивается и вот сейчас у него восстановилось питание он начинает кушать мясо он берет эти бутерброды прекрасно а самое прекрасное что мама продолжает работать мама очень медленно маме не было вот этого огня жизненного маме не было силы и мама была очень сильно раздавленная и маму вот мы все это время собираем маму по кусочкам она знаете как терминатор так стекается стекает стекает и стекает и мы видим как она собирается мы видим этот процесс и мы понимаем вот мама до собираются уже все джейкоб идет здоровую жизнь нам эти счастливую жизнь и у мамы Главное сейчас помочь маме открыть путь в реализацию. Как только мама уходит в реализацию, все, именно счастливую реализацию по душе, все, у нее будет здоровая семья, здоровые дети, здоровые отношения и так далее. Но это путь длиною, наверное, уже в 3 года, да, или в 2,5. То есть это большой путь. 2,5, наверное. Каждый идет в своем темпе. Не надо торопить, не надо ускорять. Есть вещи, которые просто надо обратить внимание и сказать, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и человек дальше двигается. Каждый идет в своем темпе. Не все бегут марафон, там, с космической скоростью. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Еще на этой неделе пришла информация и про Егора, и про Диму Волкова, и про Евстафия. По Евстафии мне понравилось, что он уже и смывает, и купается, и в туалет, и все остальное. Вся бытовуха у Евстафии пошла, кстати, очень быстро пошла. И здесь отдельный респект мамам, у кого, и вот, и мамы Егора тоже, мамам, у кого быстро идут дети. Это быстрые перемены в мамах. Мамы включились. Да, именно мамы вышли из наблюдения, а стали сами работать, сами вместе с ребенком развиваться, и ребенок начинает развиваться. И вот, кстати, предрасположенности, когда дети выходят из аута. У нас есть мальчик Даян, у него папа футболист. Папа мало участвует в процессе воспитания, потому что он ездит, он футболист, да, и занимается воспитанием мамы. И поначалу, когда мы только выводили, кстати, очень быстро Даян тоже вышел, мы с ним только в начале лета начали работать. Он просто, ну, правда, очень больно мы делали маме поначалу. Просто маму так, и мама пошла. Но мама занимается с ребенком, и мы поначалу не видели его предрасположенностей. А вот последняя работа с Даяном, и мы четко видим, Даяну надо дать мячик. Мячик, да. И он тоже будет заниматься футболом. Вот вам и отец, вот вам и влияние отца, вот вам и контрольный в голову отца. Представляете? Вот так информация передается. А теперь отец подключается, обучает ребенка, да? Там еще отца подключить, там отца футбольный мячик вместо халавы. Да, это я понимаю. Но вот просто представьте, вот сейчас подключить отца, подключается с ребенком, играет. Все, понимаешь? Мама включилась, папа включается, все. Если папа вот через это обучение футболу ребенка включается в обучение Даяны, все. И у папы мозг на место становится. Да, да, да. А пока футбольный мячик. Ну, давайте хотя бы через футбольный мячик и попинаем его. Но в любом случае это процесс. И это процесс интересный, дети поправляются. И на самом деле в каждой семье зажигается вот это вот солнышко. Солнышко счастья. Солнышко изменений, перемен, когда идут, они идут чистые, открытые в счастливую жизнь. Они создают свою счастливую реальность. Им не надо отрабатывать какие-то дурацкие кармические сюжеты. И вот когда на все это видишь, действительно внутри наступает такое умиротворение, такой кайф от того, что ты делаешь. И этим невозможно не заниматься. И от этого невозможно не ловить кайф. Просто счастье. И не надо ничего другого придумывать. Просто счастье. Блин, как я тащусь от своей работы. Просто невероятно. Да, потому что на самом деле интересно. Это наш интерес. Да. А еще на этой неделе мы написали очередную. Я не знаю, сколько страниц книги «Глубина». Потому что мы подняли очень большой пласт, и мы его разложили просто по полочкам. Мы его раскладывали на самом деле больше месяца. А просто вот сейчас мы его быстро через осознавание записали. И мы понимаем, что еще один пласт будет подниматься. Книга «Глубина» еще не закончена. И книга «Инфодайвинг. Знания» она ждет, ждет, когда типография отдаст нам предыдущие заказы. Просто очень большие деньги вложены, и типография не справилась с этим объемом работы. Она отдает нам предыдущие заказы. Мы заказываем знания, заказываем по чату книгу. И к этому моменту мы сверстаем уже глубину. И мы надеемся, что сверстаем практики. Потому что по практикам тоже возникают вопросы. Все-таки это будет настольный учебник «Инфодайвинг. Практика». Уже больше половины практик описана. Еще там осталось дописать. И она тоже пойдет уже в коррекцию, потом в верстку. И эти книги мы уже сделаем отдельным заказом, который будет как справиться от типографии. Мы решили издавать все в Беларуси. То есть мы изучали Россию, мы изучали Европу, мы изучали США. И, ребята, вот извините, я буду говорить то, что лично я думаю. Я очень часто слышу о том, что у нас там жестко в стране все. Что здесь режим, что здесь диктатура, что здесь, здесь, здесь. Здесь ограничение прав, свобод и так далее. И, наверное, можно поверить, там, глядя на те события, если вы будете смотреть телевизор, что вам будут показывать. Но если мы берем тему аутизма и берем наши книги, то я знаю, что в Америке им не дадут выйти. В Европе им не дадут выйти. Потому что на определенный момент какую-то часть издадут, а потом в какой-то момент зарубят. Зарубят, потому что то, что мы пишем, противоречит представлениям социума. То, что мы пишем, освобождает человека от безумия коллективного. Делает его неуправляемым придурком, роботом, а включает разум. И разум говорит, слушай, ты пришел в этот мир свободным, ты пришел играть, ты пришел создавать, творить, проявляться. Ну так твори, проявляйся. Тебе никто не мешает, тебе никто не ограничивает. Посмотри, что ты создаешь. Если ты создаешь войны, то разве это о разуме? Если ты создаешь болезни, разве это о разуме? Так давай задумайся, что ты создаешь? Если ты другому человеку строишь дом, который ты знаешь, что сделал некачественно, без цемента, а что он рухнет. Ты кому строишь? Это ты себе строишь. Ты плюешь свой колодец, чтобы родиться потом инвалидом. Если ты обманываешь, обвешиваешь и так далее. Давайте, если уже брать, ты кому это делаешь? Ты себе это делаешь. Ты просто не хочешь в этом признаться, потому что выносишь ответственность за свою жизнь. На кого угодно. На государство, еще на кого-то, еще на кого-то. И в этом плане оказалось, что самая свободная страна по парадоксу Беларусь. Самая образованная и самая здравомыслящая страна по парадоксу Беларусь. И мы исследовали разные страны, где, где, откуда начать, где будет точка запуска этой информации. И оказалось, Беларусь. Вот как ни крутить. Да и плюс мы ее любим, эту Беларусь. Да, да. Свою, родную. И я еще раз коснусь наших книг. Наши книги, книги как волна. Они, вот когда читаешь с первой, ты пошел как волна. Вверх, вниз, вверх. И потом вверх волна становится еще больше. Вот именно так. Потому что она идет в последовательности, как мы шли. И там действительно первое управление восприятием, оно... Управление восприятием выводит из объективного восприятия. Просто человек в объективном начинает читать, даже если он очень умный. И даже если он весь такой научный, он начинает читать. Ну да, да, с этим соглашусь, с этим не соглашусь. Потом он доходит до гипноза, до систематизации. И говорит, ну да, здесь в принципе ничего написано, здесь нормально. Здесь уже и рефлексы есть, и Павлов тут где-то каким-то боком. Он пробегал, и все нормально. Пришли к точке, да? А потом, когда начинается инфодонит на сознание, дальше формируется авторитет. Авторитет, 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 результат, авторитет, результат, авторитет, результат. То есть у человека, ну да, с этим не поспоришь. Есть такое дело, да? Потом следующее. Так, туду! Смыли. Сумасшествие смыли. Но это подсознание. И хотите вы или не хотите. Почему до сих пор подсознание не исследованно, и его называют бессознательным? Потому что первый вход туда – это сумасшествие. То, что мы запрещаем себе вообще, это сумасшествие, это там эшиза, это бабы-ёшки. Бабы-ёшки. Бессознательное, чтобы действительно уже найти, да где же всё-таки это бессознательное, да? И уже к этому моменту полностью разрисована психика, и как она работает, как работает мерката, как пишется информация. И потом дальше знание, а знание – это уже подключение к источнику. Вот оно, валюшь, знание. Рост. Рост. Уже пошёл рост. И после этого пошла глубина. Пошли в точку. Точка – это я. И, кстати, если уже говорить о я, на последнем курсе мы там выводили в состояние, в определённое состояние сознания людей, когда чётко человек осознавал вот это, чувствовал, единое я, да? И когда единое я есть, да, вот есть я. Я и всё. И всё остальное создаю я. И ты находишься на этой глубине, где ты чётко осознаёшь, ты чувствуешь это, ты проживаешь, и ты знаешь, что другого я нету. Есть я. Вот просто я. Ты целостен. Ты целостен. И вот в этот момент, если человека сконцентрировать и задать вопрос «Кто я?», и пошла игра. Первый вынос. Вынос. И пошёл. И пошли роли. Кто я? Я мать. Я многодетная мать. Я психолог. Я экстрасенс. И теперь представьте, если это «Кто я?», да, и пошло на неосознанности, да, то какие мы, получается, создаём игры? Как вот… Я великий маг. Да. Я великий затей. Причём, причём самое интересное, изначально «я», да, кто «я?» и сразу отсюда вышел. Да. И ты уже и пошёл вот здесь. А я уже пошёл играть. И уже всё. И всё. А когда ты осознаёшь это «я», ответственность, целостность эту чувствуешь, знаешь, чувствуешь, полностью осознаёшь, то ты осознанно сознаёшь вот эту игру. Ты не спрашиваешь «Кто я?», а ты знаешь. Ты осознаёшь себя. Да, ты знаешь. Ты знаешь, в шахматной партии сейчас конь. Да. И я хожу так. И это разное слово. А я ферзь, и я хожу так. Да. А я пешка. Ту-ту-ту, и здесь я буду пешечку играть. Интересно. Мне интересно пешечку сыграть. Я знаю, что создаю. Я не спрашиваю, кто я, а я знаю. Всё. Я создаю. Это совсем другая игра. Это интересная игра. И это кайфовая игра, потому что она построена. Закон парадокса, вот чтобы вы понимали, в основе закона парадокса, когда видишь первичное переотражение, ты понимаешь, там идёт стёб. Юмор. Причём юмор, он настолько искренний, открытый, чтобы ребёнок, который в вас внутри живёт, хохотал от счастья, когда он играет вот в эту игру под названием «Жизнь». Вот в этих состояниях пишется вот эта симуляция. В этих состояниях. В состоянии искреннего счастья, юмора и стёба. Вот да. Именно искреннего, интереса, юмора, лёгкости. Лёгкость. Лёгкость дыхания, лёгкость жизни, лёгкость вот этого состояния, лёгкое полёта, интересно, кайф, кайф, кайф. Вот этот вот кайф, когда ты как в детстве ждёшь следующий день, блин, как мне интересно. Вот это, вот оно, вот она жизнь, а не та, что ты тухнешь. Скоро старость, бля. Ой, извините. А старость – это болезнь. А старость – это болезнь. И мы это разложили. Мы заражаемся ею сами, сами заражаем себя. Мы идём сюда, без информации о старости. Но это тема отдельного стрима. Да, это. Всё, спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо. До встречи, друзья.